Прекрасное служение у нас, правда? Прекрасную службу днес ему венали. Как прекрасно, когда вся церковь участвует. И как прекрасно, когда вся церковь участвует. И идет такое взаимное переливание. И мы взаимное переливание. Мы все получаем благодать на благодать. От того, что мы все такие разные. От того, что все мы различны. Но вот дух у нас один и тот же. И у нас один Господь Иисус Христос. Сейчас вот Олег Григорьевич читал вот этот рассказ. Волшебное имя. И я вспомнил, как мы один раз В Казахстане Возвращались с семьей Из Чучинска И дорога была вот такая Волнистая И я был за рулем И сзади еще сидели наши друзья Сестра со своей маленькой дочкой И было раннее утро И они спали И Наташа рядом сидела в полудремя И Наташа сушила дремяще И я шел на хорошей скорости И обгонял большой тир Дорога была в две линии И я пошел на обгон И я не заметил И не забелязах А вы знаете, да, так как дорога была вот такая волнистая То за холмом Встречная машина Ее не было видно И она летела нам навстречу И я ее не видел И аз не я виждах И вот эта машина вдруг вылетела из-за холма И тази кола изведнеш из лица отзад холма И прямо летела к нам И направо летеше к нам Лоб в лоб Леб лица към лице И знаете, я тогда вот рефлекторно И тогава рефлекторно Я просто закричал А Аз просто извиках А Ну просто от страха От страх Потому что я понял, что мы сейчас погибнем Потому что и у меня хорошая скорость И встречная шла на хорошую скорость И колата също беше много бърза Белый большой Мерседес Бял голям Мерседес И Наташа, которая сидела рядом и проснулася И она закричала Иисус И тя извика Иисус Просто Иисус Просто Иисус И я вот этому удивляюсь И аз на това се учудих Почему я закричал А Защо аз извиках А А Наташа закричала Иисус А Наташа извика Иисус Вот я вот этому учусь И аз се уча на това Потому что у меня изо рта Во время таких ситуаций За что-то под мой толст Во время таких ситуаций Другие слова вылетают Другие думы излезут Не знаю Я все учусь откричать Иисус Я все учусь откричать Иисус И я не успел отреагировать Я не успел отреагировать Значит В самый последний момент В самый последний момент Я дал влево Аз дадох в леву И наша машина улетела на обочину И кулатани излетя Там был гравий Там и машина И машина потеряла Черен пот Контроль И кулата просто загуби контрол На вот этих мелких камушках Она просто вот так Полетела Мы были на пригорке Вот таком И я перестал управлять Своей машиной И не можах Да управлявам кулата И в этот момент Машина почему-то Вдруг начала Опять вылетать на дорогу И в тот момент По никакого причина Кулата започна Отново Да излита на пыте И начало залетать Под рядом Идущий тир Тир догнал нас И мы залетали Под его колеса Тир не стигна И не започнахме Встречная машина Пролетела мимо Но у нас Теперь другая угроза Сейчас вот под этим тиром Нас просто перемолят И вы знаете Вот в тот момент Когда Наташа Закричала Иисус И это все произошло Просто в доли секунды Мы просто вот вместе Вот это пережили Какая-то сила нас взяла Някаква сила не взяла И просто вывела нас Из-под тир Я ничего не мог сделать Просто вот Какая-то рука Вот так вывела Някаква рука не извела Испотела Развернула Наш Необырна И мы остановились Мягко Очень мягко На дороге Немножко на обочине Извън пыте По-моему Та машина Которая мимо Пролетела Она вернулась И мисля Че Кулата Която мина По крайне нас Потому что Водитель подбежал Шофер И заглянул к нам Говорит У вас все здесь хорошо И не указан кисечку И слава Богу Но я хочу сказать Призывайте Маячки слетели Вот так лежали Передо мной По одному Такая лежала Перед меня И это было конечно Все очень сверхъестественное Мы поблагодарили Иисуса И благодарих меня Иисус И вот сегодня у меня Вот такой вот Ну призыв Ко всем нам Ну вот написано Всякий призвавший Имя Господне Спасется Ну вот Уникальное имя Иисус Оно действительно спасает Не только духовно Не только наши души Она спасает даже физически У меня вот такое свидетельство Сегодня И я хотел бы сегодня Еще немножко напомнить Потому что у нас были Пройдены определенные темы И мне важно Сегодня коротко сказать Чтобы по крайней мере Мы это не забыли Потому что Следующее воскресенье У нас будет служение В другом месте Следующая седмица Ще имаме службу На другом месте Это будет По Бульвар Сливница 48 Това ще на Бульвар Сливница 48 Да, можете прочитать Ебеление С 10 часов утра до 12 От 10 до 12 Приезжает наш главный епископ Ще идва главный епископ Из Лос-Анджелес От Лос-Анджелес Ким Дэвид Он уже прилетал Чтобы провести здесь конференцию Это было до пандемии И так же мы проводили Совместное служение С Болгарской церкви И другие церкви Так же и приехали И было прекрасное служение Очень много людей Вышло на Изцеление На покаяние Потому что Иисус И сегодня И спасает Он и сегодня Исцеляет И у нас Служение будет В большом зале И мы попросили Семью Тауткус Опять провести прославление Поэтому там будет И болгарская группа Прославления И ирландская группа Прославления Наполовину С нашей группой Прославления Интернациональная церковь Интернациональная церковь И я просто хотел бы Немножко чтобы мы запомнили И просто бих искал Да запомним Потому что Очень важная тема сейчас идет В прошлый раз я проповедовал о том Что апостол Павел Делит Людей Миналия път проповедах За то, что апостол Павел Дели хората Я сегодня хотел провести Интеграл Бих искал Бих искал Такой итог Като извод Такое заключение Что апостол Павел Что апостол Павел делит Людей На душевных На душевных И вот сегодня Брат Эдди хорошо сказал Это к сожалению Пока еще Мертвые люди Для Бога Бог их не видит Господь не ги вижда Потому что Бог Сегодня все Бог Отец Все воспринимает Через своего Сына Иисуса Христа Так как Иисус Христос Первенец из мертвых Он первый пристал Пред Бога В целой славе Библия говорит Что Бог свою славу Отдал Сыну Своему И слышит молитвы Сына И чува молитвите на Сына Си Или молитвы Которые произнесены Во имя Его Сына Или молитвы Които се произнасят В имято на Негове Сына Испомните слова Иисус Христа Иисус Христос говорит Он и сегодня это говорит Той и днес Го казва Писание Его Слово не изменилось Неговото Слово Не си променял Он говорит Что кто исповедует Имя Мое Той казва Че който исповедва Имято Ми Пред людьми Пред хората Того и Я Исповедую перед Отцом Аз ще го исповедвам Пред Моя Небесен Отец А който се посрами От Моето имя Тук на земята Того и Я Постежусь пред Отцом Моим Небесно Аз от Него Ще се засрамя Пред Моя Небесен Отец То есть здесь мы слышим Тук чуваме И нам становится понятно И не става ясно Чи молитвы Бог слышит Чи молитвы чува Господ Бог не слышит Молитвы душевных людей Господ не чува молитвите На душевните хора Потому что по Писанию Они не имеют духа Защото според Писанието Те нямат дух Но я сразу же сделаю поправку Обаче аз веднага Ще внесу поправка тук Вы знаете Чи молитвы Бог В первую очередь слышит Знаете ли Чи молитвы чува Господ Най напред Бог слышит Молитвы душевных людей Молитвите на душевните хора Когато они На грани покаяния Когато са на раба На покаяния Когато они вот-вот и уверуют Когато Ето-ето ще повярват Когда они вот Пришли Может быть Куда-то Может быть В церковь Может быть На какое-то Эвангелиционное служение Или на някакво Эвангелиционное служение И Бог ради того Чтобы они уверовали Но являет Ну таких чудеса Именно эти люди Точно тези хора Получают мгновенное Исцеление Получают мгновенное Освобождение Спасение И даже Воскрешение Скажи на это Аминь Трансформация от душевного Ком духовный человек Вторая категория это плотские И речь идет уже о христианах Которые уже родились выше Но которые все еще по каким-то причинам Живут по плоти И молитвы их Апостол хорошо написал Просите И не получаете Потому что просите для вожделения ваших Воюющих в членах ваших То есть плотский человек В своих молитвах Пока еще По своему возрасту Просит для своей плоти Бог ну дай мне вот еды Дай мне одежды Дай мне денег побольше Знаете как о нашей церкви хорошо думают Знаете ли как мыслят Добре за нашу церковь На этой неделе ко мне пришел человек Ну это не воссуждение Наоборот Хорошо Хорошо что он нас так думает Вот я слышал о вашей церкви Вот я хочу в городе Варна Искам в город Варна И в Болгарии Открыть целый ряд лабораторий Но мне нужна определенная сумма денег Вот в Варне мне предложили целое здание В Варне мне предложили Хотела сграда И он нажимает квадратуру И то и Казба квадратура И мне нужна всего лишь определенная сумма денег Какая сумма денег Какая сумма 1 миллион 400 тысяч евро 1 миллион 400 тысяч евро Может быть найдутся у вас в церкви Может быть в церкви то вещь если намерят Ну меценаты Я как хора Или просто желающие люди Желающие Которые пожертвуют Кую-то жертву Оттази сумму Вот есть у нас в церкви такие И мы в церкви то не такие Раз, два, три, четыре Два миллиона да Вы два миллиона даете Есть люди такие у нас в церкви И в хоре да Я рад что о нас так думаешь И се радвам че така мислят за нас У нас церковь миллионеров Че сме церковь на миллионерите Да мы просто проглашаем Церковь меценатов И я это очень серьезно Потому что у нас в церкви на самом деле Уже есть очень богатые люди И будет еще больше богатых людей Для чего? Для царства Божьего Чтобы расширять границы Божьего царства Поэтому если что обращайтесь Чем сможем постараемся По крайней мере у нас есть чем помогать По крайней мере помолимся По нечто если помолим Для начала Вот и я в большей степени о том Что вот плотский христианин Он какое-то время еще просит для своей плоти Вот Бог дай мне Господи дай мне Деньги Дай мне квартиру Дай мне апартамент И это неплохо В этом тоже уже есть вера Но я хотел бы сегодня подвести К последней грани Вы хотите знать Как молятся духовные люди Но это же наша цель Правда? Мы же не хотим всю жизнь Оставаться В своей христианской жизни Младенцами И Библия об этом четко говорит Духовный он не просит для плоти Почему? За что? Вот сегодня я дам вам хороший ответ Вы знаете как молятся духовные христиане? Знаете ли как все молят духовные христиане? Например Исаия так молился Исаия молит по той же начинке Я тоже считаю его христианином Как и Давида Как и Давида Который хорошо знал Духа Святого И очень много пророчеств написал Про самого Иисуса Христа Исайя молился Вот я Возьми меня И делай что ты хочешь Вот молитва духовного христианина Това молитва-то на духовен христианин И я думаю что Самый большой пример конечно нам Я смысл, что найголемый пример за нас Показывает сам наш Господь Иисус Христос Не показывает сами Иисус Христос Потому что его молитва За что-то негово-то молитва Впрочем не моя воля Вслушность не моята воля Но твоя да будет Но твоя да будет Вы слышите меня? Господи делай то что ты хочешь Господи прави твуа Не то что я хочу А то что ты хочешь Это молитва нашего Господа Иисуса Христа И вы знаете в чем здесь Такой интересный момент Когда вот мы вот так молимся Господи возьми меня Да будет воля твоя Нека будет твоя воля Делай то что ты хочешь Прави това което ти искаш Знаете что Иисус Христос Говорит в Нагорной проповеди Какво казва Иисус Христос В планинската си проповеди Он говорит Ищите прежде Царство Божие И правда Его И неговата истина А все остальное Что оно Оно приложится Вот и все Вот молитва духовного человека Духовного христианина Который живет уже не по плоти А по духу Они друг другу противятся Плоть противится духу И дух противится плоть Амин или не амин И в тот момент Когда мы Знаете вот сегодня Вот Эдди хорошо сказал Я еду туда-то Туда-то Ради того чтобы спасать За да спася вам И вы знаете вот Когда мы служим Богу Раньше я переживала Своих родных Которые еще не уверовали За свою маму Которая еще не уверовала За своего брата Который еще не уверовал И потом мне Бог Просто проговорил Спасай Того Кого я тебе скажу Кто готов А Бог пошлет людей К твоим близким Для того чтобы спасти их Потому что нет пророка В своем отечестве И не лечит врач домашних своих Это врачебный постулат Он не вошел в канон Это написано В послании от Филиппа Я читал эти Апоклифические послания Нового Завета Но Нет пророка в своем отечестве Вот это написано И очень практически невозможно Проповедовать своим домашним И почти невозможно Да проповедовать на домашних Они скажут А кто-то такой Мы знаем тебя с детства С пиленок Че ты там лепечешь Такого говоришь Ты еще под столом ходил Когда я там уже Под масата си ходил Когато аз Вече бях Иди си как хвост Ну вот радостная вещь сегодня Давайте мы устремимся Вот в меру полного возраста Иисуса Христа И начнем служить по духу И започнем да служим по духу Ходить по духу Двигаться по духу Молиться по духу Жить по духу Тогда все остальное Оно просто приложится Бог просто сам будет прилагать Просто огромные деньги Будут приходить Просто огромные парищи Идват На то чтобы Царство Божие Расширялось Потому что ты уже Ты уже будешь думать Не о своем А в большей степени Будешь думать А в по-голяма степени Ще мислиш За Божието Скажи аминь Слава нашему Богу Слава на нашия Господь Сегодня у нас Трапеза Господня И сегодня у нас Есть подготовительное слово К трапезе И сегодня нам послужит Брат Продолжение следует...